Добрый день, дорогие дамы и господа! А свою сегодняшнюю передачу я начну с того, что покажу вам книжку. Книжка «Great Society. A New History. Великое общество. Новая история». Эту книжку написала замечательная журналистка, она историк, социолог, экономист Эмити Шлесс. И вот эту книжку Эмити Шлесс начинает с вопроса «А почему не социализм? Почему не социализм?» Эта книга анализирует социалистические реформы президента-демократа Линдона Джонсона. Он хотел переделать нашу страну, Соединенные Штаты Америки, по примеру стран Западной Европы. Западной Европе – это страны welfare state, страны всеобщего благосостояния. «Почему не социализм?» Вот этот вопрос задал вызванный Вашингтон помогать родителям программы Линдона Джонсона Майкл Харрингтон. Ему было тогда 34 года, и он знал ответ на вопрос «Почему не социализм?» Он задал этот вопрос группе людей, которые его встречали, и у него уже был ответ. Ответ он знал. Преграда в борьбе с бедностью, а реформы великого общества ставили целью покончить с бедностью. Так вот, программы в борьбе с бедностью – американский капитализм. Вот что говорил Харрингтон, я цитилу этого человека. Проблема бедности не будет решена, пока мы не покончим с капитализмом. Участники проекта, проекта реформ Линдона Джонсона «Великое общество», они считали предложение Харрингтона ликвидировать капитализм слишком радикальным. Они не хотели ликвидировать капитализм, то есть национализировать средства производства, как учили Карла Марла и Фредерихо Дон Энгельс. Образцом для них вот были «Welfare State» – государства всеобщего благосостояния, в которых тон задавали социалисты-демократы. Позднее мистер Харрингтон основал партию «Демократические социалисты Америки». Мы знаем сегодня об этой партии, потому что у нее есть лидер, сенатор Берни Сандерс. И он тоже пришел к выводу. Следует начинать с превращения страны в государство всеобщего благосостояния – «Welfare State». Мистер Харрингтон скончался в 1999 году, совсем недавно, 22 года, прошло два десятилетия, и вот сегодня, два десятилетия спустя после его смерти, точно 22 года после его смерти, овладевшие Белым домом и Конгрессом социалисты намерены притворить в жизнь заветы своего учителя, готовы на это потратить 3,5 триллиона долларов. О таких расходах, дамы и господа, о триллионах долларов в 60-е годы, когда Линдон Джонсон затевал реформу, о таких расходах вообще речь не заходила. Говорили о миллиардах, жалких миллиардах, слова «триллион», наверное, тогда такого слова в словаре наших законодателей не было. Так вот, реформы, которые ныне предлагают демократы и социалисты, эти реформы широко обсуждаются всюду – в газетах, на телевидении, в соцсетях, естественно, на радиостанциях, и вы слышали об этом много раз. Страна разделена. Есть люди, которые безоговорочно поддерживают социалистические реформы. А есть скептики. Вот, например, один скептик. Это профессор экономики Гарвардского университета Николас Грегори Мэнкью. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала его интересную статью. Статья называется так. «Можем ли мы позволить себе государство всеобщего благосостояния?» «Can we afford a welfare state?» Так вот, профессор. Он проанализировал все американские ресурсы, сколько у нас есть денег. И он пришел к заключению. Я цитирую профессора. Весь пакет 3,5 триллиона слишком велик и слишком рискован. Мудрый курс. Мудрый. Делать больше постепенных шагов, а не пытаться переделать экономику одним магом. То есть, профессор считает, изменить американскую экономику надо, но делать это постепенно, шаг за шагом, не торопясь, ну, пока мы все приходим в себя. Ну, вот что, дамы и господа, мне кажется, и не только мне, прежде чем заняться строительством welfare state, государства всеобщего благосостояния, следует проанализировать первую попытку создания такого государства. Это проект президента Линдона Джонсона, который был озвучен в 1864 году и стал притворяться в жизни, начиная с 1865 года. Кстати, Линдон Джонсон провозглашал, вот это интересно, мы не только покончим с бедностью, но-но-но, мы не только покончим с бедностью, мы предотвратим ее. То есть, программы великого общества, так и назывались, борьба с бедностью, они требовали не только покончить с бедностью, но и предотвратить бедность. И как только реформы начались, одна за другой стали рождаться программы помощи бедным. Это были продовольственные программы, жилищные программы, медицинские программы, программы федеральные, программы штатные, программы помощи стариками, инвалидам, женщинам и детям. Была создана программа Affirmative Action, программы позитивных действий. Эти программы гарантировали меньшинствам, меньшинствам всевозможные льготы. Сначала в меньшинства были записаны только черные, потом в меньшинства записали латиноамериканцев, затем записали желтых, затем записали гомосексуалистов, лесбиянок, недавно, года полтора-два назад, записали транссексуалов, и вот что интересно, дамы и господа, среди тех, кого охватывают эти программы, программы позитивных действий, оказались обойденными только белые мужчины. Только белые мужчины. Ну, сегодня нам понятно, почему белых мужчин следовало обходить вниманием, потому что белый мужчина, он от роду расист. Раз родился белым, то расист. Но, но, в 60-е годы, в середине 60-х годов, когда создавались программы великого общества, так о белых мужчинах никто не думал. Я догадываюсь, почему они так не думали, потому что эти программы стали создавать исключительно белые мужчины. Так вот, создатели великого общества, мы с вами знаем, они говорили только о миллиардах. Даже не о десятках миллиардах, а просто о миллиардах. Вот с тех пор, прошло много лет, более полувека, и давайте вспомним предсказание Линдона Джонсону. Предотвращение бедности. Ну, на предотвращение бедности сейчас подсчитано, потрачено 20 триллионов долларов. 20 триллионов долларов. Результаты. Результаты мы с вами знаем. Программы Велфер, они принесли планируемых результатов. С бедностью, с бедностью, так как ее трактуют в нашей стране, покончено не было. Бюро переписи населения объявило недавно, в 2020 году, в прошлом году, процент бедников в нашей стране составлял 11,4%. 11,4%. Когда создавались программы великого общества, 64-65 год, процент был 13-14%, ну, почти ничего не изменилось. Окей? Так вот, Эмили Шлес, замечательная Эмити Шлес, прекрасная книга, прекрасная книга. Она в ней пишет, я цитирую эту замечательную журналистку, «Война с бедностью и рождение множества новых программ не только не предотвратили бедность, но создали новый бит бедности, новый вид, чувство постоянной зависимости, чувство постоянной зависимости». Прекрасную иллюстрацию чувству постоянной зависимости дал недавно научный сотрудник Американского института предпринимательства Говард Хасак. Он написал книгу, она вышла буквально на днях вышла, книжка называется так, по-русски «Бедная часть города и зачем она нам?» По-английски «The poor side of town and why we need it». Итак, он напоминает жилищные программы, жилищные программы создавались как временная, как временная помощь тем, кому не по карману аренда квартиры или дома, ну, не говоря уже о покупке дома. Эти программы создавались временно, то есть, как только человек встает на ноги или семья два-три-четыре года, он квартиру этот дом субсидированный освобождает и квартиру занимают какие-то другие семьи, которые вот в данный момент нуждаются. Это было в теории, дамы-господа, теория. Что получилось на практике? Вот цифры из книжки профессора Хасака. Вот это интересно. В сегодняшнем Нью-Йорке, в сегодняшнем Нью-Йорке, средняя семья на Велфере живет в субсидируемой квартире не два-три года, 19 лет. 19 лет. Это средняя семья. Но 10% обитателей субсидируемых квартир живут в них более 40 лет. Так жили бабушка, дедушка, мама, папа, теперь живут дети, внуки, уже три поколения. Будет возможно и четвертое. Государство вырастило постоянных иждивенцев. Еще один прекрасный журналист Джейсон Райли, кстати, чернокожий, афроамериканец, он часто пишет. Раз в неделю его колонки публикует газета Уолл-стрит-Джорнл. На прошлой неделе он написал прекрасную статью. Называлась она так «Разрушительные последствия великого общества». «Разрушительные последствия великого общества». И он приводит, Райли приводит несколько примеров разрушения негритянской семьи. В 1960 году, то есть за пять лет до начала создания великого общества борьбы с бедностью, менее 25% черных мальчиков и девочек рождались в семье без отца. Менее 25%. Сегодня более 50% рождаются в семьях черных только одна мама. Более 50%. А в городах, в крупных городах, в таких как Нью-Йорк, Атланта, Чикаго, около 70% детей в черных семьях рождаются без отца. Еще один факт, дамы и господа, вот это факт, который приводит криминолог Барри Летцер. Он исследует вопросы преступности. В 40-е 50-е годы прошлого века, в 40-е 50-е годы уровень убийств среди черных постоянно снижался, постоянно снижался. Но вот сторона приступила к реформам великого общества в середине 60-х годов. И процент убийств среди черных постоянно растет, постоянно растет. Еще одно свидетельство. в 1984 году, 1984 год. Увидела свет книга Чарльза Мюррея «Теряя почву под ногами», «Лосинг граунт». Мюррей анализирует в этой книге американскую социальную политику с 50-х годов до конца 80-х годов. Интересно, что когда он приступил к работе, когда Мюррей приступил к работе, он полагал, что результат его исследования покажет, как страна улучшила социальное положение семей, в том числе и белых и черных. Он так полагал. Но когда он подвел итог и взялся за написание книги «Лосинг граунт», «Теряя почву под ногами», он обнаружил, что начиная с 1965 года, то есть с года, когда создавались государства всеобщего благозастояния «Велферстейт», социальные программы способствуют разрушению семьи, в первую очередь негритянской семьи. И вопрос, дамы и господа, читали ли книгу Мюррея сегодняшние родители строительства социализма. Ну, казалось бы, дамы и господа, Эмити Шлесс, Чарльз Мюррей, многие другие авторы, их многие, они досконально доказали, что реформы великого общества, они не способствовали ни борьбе с бедностью, ни улучшению социального состава, социальных отношений в нашей стране. И вот мы уже слышим, это как раз главный наш социалист в Сенате Берни Сандерс, мы слышим, окей, 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 но в Дании и в Норвегии ведь все это удалось, там же ведь построено «Велферстейт», если у них удалось, то должно удастся и у нас. Кстати, мистер Сандерс, он возглавляет бюджетный комитет Сената, и именно в этом комитете родился трех с половиной миллион, триллионный пакет расходов. И Сандерс прав, дамы и господа, у Дании и Норвегии получилось, у Финляндии тоже получилось, у Швеции получилось, у Германии получилось, у Англии, Франции. Более того, вот это интересный факт, Германия заложила основы государства всеобщего благосостояния, и отцом основателей первых социальных реформ был канцлер Отто фон Бисмарк, железный канцлер, и именно при нем были проведены первые в Европе во всем мире социальные законы о страховании в случае бедности. этот закон принят в Германии в 1883 году. Страхование по случаю увечья на производстве 1808 и четвертый год, о пенсиях по старости в 1889 году. Германия в 1927 году, это была уже Германия Веймарская республика, мы помним Германия после Первой мировой войны до прихода власти национал-социалистов, это Веймарская республика, так вот, в 1927 году Германия первая в мире приняла закон о пособиях по безработице, и вот что интересно, дамы и господа, в национал-социалистической Германии, в национал-социалистической Германии 17 миллионов человек, 17 миллионов получали ту или иную программу Велфера, я искренне надеюсь, что Берни Сандерс не будет приводить нам в пример национал-социалистическую Германию, я искренне надеюсь, но я в этом не уверен, так вот, европейские социалистические страны, это почти все страны одноязычные, кроме Бельгии и Швейцарии, наша страна, Соединенные Штаты Америки многоязычная страна, далее более, в каждой европейской социалистической стране большинство жителей принадлежит к одной конфессии, как правило, это протестантская церковь, Соединенные Штаты, Соединенные Штаты, это и протестанты, это и католики, это и православные, это и Мусульмании, это и кто угодно, наша страна абсолютно не похожа ни на одну из стран Западной Европы, кто, более того, не только она многорелигиозная страна, в отличие от европейских стран, но и она многонациональная и многорасовая, многорасовая, многоязычность, многорелигиозность, многонациональность, роднит Соединенные Штаты не с европейскими странами welfare state, роднит с одной единственной страной, той страной, из которой многие из нас уехали. Интересно, Берни Сандерс это понимает или нет? Есть еще одно фундаментальное отличие, дамы и господа, между Соединенными Штатами и странами Европы welfare state. это расходы на оборону. В Соединенных Штатах расходы на оборону, я имею ввиду процент от национального бюджета в разы больше, чем в каждой европейской стране. Европейские государства всеобщего благосостояния, они делали все возможное, чтобы нарушать взятые на себя обязательства по финансированию Североатлантического союза НАТО. Они нарушали свои обязательства при всех президентов. Только Дональд Трамп стал убеждать их, требовать от них, чтобы они выполняли свои обязательства. Ну, естественно, Трампа тут же обвинили в том, что он нарушает дружбу с Европой. Какой он нехороший, дамы и господа. И нам совершенно понятно, почему страны Западной Европы не желали тратить и не желают тратить взятый на себя процент по обороне. Но они знают, есть Соединенные Штаты, Соединенные Штаты спасли Европу в Первую мировую войну, спасли Европу во Вторую мировую войну, окей, если, не дай бог, будет еще одна какая-то война, то опять придут на помощь Соединенные Штаты. Кстати, мистер Сандерс, наш социалист, он предлагая расходы 3,5 триллиона долларов не предусмотрел увеличение расходов на оборону даже на 1 цент. Его это абсолютно не интересует. Естественен вопрос, дамы и господа, а где взять деньги на строительство государства всего общего благосостояния? Где взять деньги на социалистические реформы? Ответ нам всем известен. Этот ответ опробирован много раз во множите стран. Требуются деньги, а повышай налоги на бизнесы и богатеев. Американские социалисты собираются идти той же самой проторенной дорогой. Вырастут налоги на корпорации и, как нас уверяют только на граждан с годовым доходом больше 400 тысяч долларов в год. Если меньше, чем 400 тысяч, никаких налогов не будет. Но специалисты по вопросам экономики прекрасно знают, что за счет повышения налогов на корпорации и богатеев денег недостаточно, чтобы реализовать социалистические реформы. поэтому уже сегодня обсуждается вопрос о том, чтобы ввести общенациональный налог на покупки. У нас с вами есть в каждом штате налоги на покупки. В каждом штате есть. Так вот, они предлагают ввести дополнение штатным налогам на покупки еще и общенациональный налог на покупки. Более того, дамы и господа, они уже предлагают пока что еще нет устного предложения, нет письменного, но уже идут разговоры ввести налог на загрязнители и атмосферы. То есть на всех из нас, кто отапливает свои квартиры не солнцем, не солнцем и ветром, а скажем углям, скажем нефтью, скажем газом. Более того, если я сижу за рулем, не автомобиль, который заправляется бензином, значит я тоже участвую в загрязнении атмосферы. Почему бы на меня также не вести такой налог? Нетрудно предположить, дамы и господа, что из себя будет наша страна, когда в ней начнутся социалистические реформы. Мы перед вами знаем, перед нами пример многих в элферах стоит штатов, европейских штатов. И я приведу одну фундаментальную разницу между Соединенными Штатами и европейскими странами. Разница фундаментальная. Успех нашей страны базируется со дня ее основания на личной инициативе каждого. Личная инициатива помогает нам двигать вперед не только нашу страну и весь мир. Вспомним хотя бы последние два-три десятилетия. Три-четыре. За это время созданы такие компании как Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, YouTube и так далее, и так далее, и так далее. Эти компании созданы по инициативе индивидуальных американцев, личных американцев. Вопрос. Назовите мне пока, пожалуйста, какое-то изобретение, которым пользуется весь мир, которое было изобретено в какой-либо стране, европейской стране. Дамы и господа, мы с вами можем прийти к заключению на опыте того, что произошло со строительством великого общества, когда нам обещали не только покончить с бедностью, но предотвратить бедность. 20 триллионов истрачено в Соединенных Штатах в прошлом году. Официальная статистика, официальная цифра 11,4 процента бедняков. То же самое, такому же результату придут и социалистические реформы, если они, не дай бог, начнут осуществляться в нашей стране. Я имею прежде всего пакет в 3,5 триллиона долларов, который ничего хорошего не сулит среднему американцу. На этом я заканчиваю монолог. Дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радиа. Я вернусь к вам через несколько минут. Мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Как всегда, во втором сегменте Алексей с удовольствием отвечает на ваши вопросы, обменивается мнениями, поэтому, пожалуйста, набирайте номер телефона в студии 847-400-5200, и мы с удовольствием пообщаемся. а пока я предоставляю слово Алексею Орлову для очень важного сообщения. Прошу, Алексей. Сообщение очень важно, дамы и господа. Я стараюсь во время каждой встречи с вами рассказать о своих книжках, которые вы... Одна из них вышла книжка в прошлом году. Она называется «Тень проклятия Текумсе над Белым домом». Вторая книжка вышла в этом году. Она называется «Черные рабовладельцы» и другие американские истории. Та и другая книга по истории Соединенных Штатов. И если кто-то из вас интересуется историей нашей страны, это книжки для вас. Но если вас история нашей страны не интересует, то вам нет смысла тратить ни время, ни деньги. Книжка «Тень проклятия Текумсе» рассказывает о проклятии индейского «Текумсе» проклятия, которое поражало президентов, родив избранных, избранных в годы кратные двадцати. Это начиная с Гаррисона в 1840 году. Каждые 20 лет, каждые 20 лет, президент, который избирался каждые 20 лет, он скончался в Белом доме. Последний был в 1960 году Джон Теджеральд Кеннеди избранный в 1960 году. В 1980 был избран Рональд Реган, в него стреляли, он был тяжело ранен, к счастью, он выжил. Прошел обойденным вниманием проклятия Текумсе Джордж Буш младший, он был избран в 2000 году, на него было совершенно неудачное покушение в Тбилиси, что произойдет с нынешним президентом Джо Байденом, который был избран в 2020 году. Нам остается только гадать, может быть, его паразит проклятие индейского Текумсе. Это первая книжка. Вторая книжка сборник очерков о событиях американской истории и об американцах, очерки о людях и событиях, о которых в общем-то умалчивается, умалчивается в школах, умалчивается в университетах, ну в частности умалчивается о том, что в нашей стране, в Соединенных Штатах были тысячи, тысячи черных, которые были рабовладельцами. Я привожу статистику, ссылаясь на перепись населения. Здесь нет никаких придумок. Я ничего не изобретал, это факты. Итак, дамы и господа, если вы хотите приобрести эти книжки, вы можете их купить на Амазоне, на сайте Amazon, на сайте lulu.com. Там они стоят 17 долларов, с копейками, с какими-то, вас возьмут, конечно, за пересылку, почту, ну и какой-то налог, ваш штатный налог. пока что еще федерального налога на покупки нету. А если вы хотите купить эту книжку у меня, вы посылаете чек и money order по моему адресу, чтобы узнать мой домашний адрес, почтовый адрес, вы должны мне послать имельку на мой емельный адрес. Емелька у меня такая, один циферкой один маша орлов от gmail.com. Кстати, в офисе нашего радио вам могут дать мой имельный телефон. Я сообщаю вам свой адрес. У меня она стоит 20 долларов, почтовые расходы включены, ну и плюс личный автограф каждому. Вот на этой ноте, большое спасибо за внимание, я расстаюсь с вами до общения с вами. Кто будет звонить, я с удовольствием отвечу на любой ваш вопрос, даже если этот вопрос не будет касаться затронутой сегодня теме. Прекрасно. Итак, номер телефона в студии 847-400-5200. Ну и пока народ тут собирается с мыслями, вопрос от меня. Алексей, вот как вы считаете, почему в Америке на протяжении стольких лет разного рода индивидуалы пытаются все-таки построить социализм? почему так такое стремление к социальному обществу? Толя, ну, начинаем мы, если вести отчет научного социализма с Марксом Энгельсом, то есть середины 19 века, потому что ненаучный социализм был ранее, ну, всегда бытовало во все какое бы общество ни было, какой бы строй ни был капиталистический, не знаю, но любая страна, надо помочь бедным, богатые слишком много зарабатывают, ну, их нужно обдирать, и в то же самое время нужно создавать всевозможные программы, которые помогали бедным, это старая, старая, старая теория, это бытует с давних пор, я повторю еще раз, с конца, с середины 19 века, и нет совершенно ничего удивительного, что в такой стране, как Соединенные Штаты, есть тоже личности, которые считают, что вот богатые они и вредят, они, это есть препятствие на пути к равенству и так далее, и так далее, ну, в этом нет действительно ничего нового, кстати, в нашей стране уже капитализм, такой марксовский капитализм, давно отсутствует, каждый из нас знает, что и в нашей стране существует масса программ социальной помощи, медицинские программы для людей, бедных, это медикейт, для людей, скажем так, заработавших медицинскую программу, это медикейр, есть продовольственные купоны, есть восьмая программа, это субсидированное жилье, таким образом, в нашей стране принято уже масса всевозможных программ социальной помощи, но социалистам всегда кажется мало, почему, например, владелец Амазона может зарабатывать, я не знаю, там какие-то миллиарды долларов, да, почему, на каком основании, а почему, например, Дин Смит какой-нибудь, или Коля Петров зарабатывать, я не знаю, там только 40 тысяч, это несправедливость, тот факт, что вот эти люди, которые зарабатывают громадные деньги, что созданные ими компании предоставляют, создают тысячи, тысячи рабочих мест, это их как бы не очень волнует, идеи социализма, они живут с давних пор, живут сегодня, будут жить дальше, до какой степени в нашей стране, в Соединенных Штатах дойдет внедрение этих идей, я судить не берусь, этот пакет в 3,5 триллиона, который сейчас обсуждается, он пока что не принят, и законом не стал, это всего лишь законопроект, Билли, ни к чему хорошему это не приведет, дамы и господа, потому что если, к примеру, я, любой пример, скажем, я владелец, не знаю, какой-то лавки, какой, ну не знаю, станции, которая ремонтирует автомобиль, и скажем, мой доход мне позволяет, ну, приличный, скажем, доход, причем у меня не одна там такая лавка, у меня может быть несколько лавок, и в сумме мой доход, годовой доход превышает, скажем, 400 тысяч долларов, ну допустим, окей, меня обложат, на меня новые налоги, к примеру, к примеру, ну что с этим последует, значит, я увеличу цену за свои услуги, то есть, все эти налоги, которые навешиваются на так называемых богатых, они все, каждому из нас обойдутся в копеечку, потому что каждый богатый, владелец любого бизнеса, он имеет возможность увеличивать цену за обслуживание, за свой товар, и так всегда было, поэтому любое повышение налогов, оно бьет прежде всего по среднему классу, к беднякам это не относится, потому что бедняки и так находятся на изживении государства, а относятся к людям, которые работают, платят налоги, это на нас отражается, вот к чему ведет вообще вот увеличение налогов и строительство так называемого социализма, опять-таки я приведу в пример Европу, где социальных благ довольно, гораздо больше, в той же Германии, в Швеции, не знаю, в Норвегии, в этих странах социальных благ гораздо больше, чем в нашей стране, но ни одна из этих стран до сих, в последние 30-40-50 лет не создала ничего такого, чем бы мы с вами пользовались, правильно? Я повторю еще раз, Microsoft, американское изобретение, Amazon, американское изобретение, YouTube американское изобретение, Facebook американское изобретение и так далее, и так далее, и так далее. Мы создаем, потому что у нас есть люди, которым не гробят инициативу, если этих людей начнут пришпаривать. Какой смысл Биллу Гейтсу было в гараже создавать со своим приятелем, с двумя-тремя приятелем, Microsoft, если бы им сразу грозили бог знает какие налоги? Но они бы не стали этим делом заниматься. Поэтому наша страна что-то в состоянии создать. Все эти Берни Сандерсы, они невежды, дамы и господа. Не надо называть их дураками. Они не дураки, у них достаточно высокий IQ. Но они невежды. Они не знают истории, они не знают, к чему могут привести их изобретение. Вот такой мой ответ, Толя. Спасибо большое. Принимаем звонки. Добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Да. Алло. Недавно выступал американский министр финансовый Елен. И она предлагала какой-то новый всеамериканский прапорти-тех. Могли бы вы рассказать в чем там дело? Что вы не хотите? Вы знаете, я вам хочу сказать, что я готов анализировать такие вещи, когда дело дойдет от простого предложения, то внесение в Конгресс, в Палате представителей, обычно все начинается с Палаты представителей, какого-то конкретного законопроекта. Когда будет внесен конкретный законопроект, а так называемых всеобщим текст, налогин, который вы сказали, вот тогда требуется заняться анализом. Пока что это всего лишь ее слова, и пускай она говорит все, что угодно говорит. Я могу сказать только одно. Повышение любого налога ни к чему хорошему не приводит. У нас есть налоги. Можно говорить, что маленькие, небольшие, но они устоявшиеся. Если их увеличивать на проценты, на громадные проценты, это ни к чему хорошему не приведет. Потому что налоги якобы бьют только по тем, кто много зарабатывает. Они бьют, все налоги бьют, прежде всего по среднему классу. То есть по нам с вами, по миллионам американцев. Если повысит, окей, повысит налог на владельца Амазон. Окей, значит, я сейчас покупаю, я книжки покупаю в основном на Амазон. доткам в основном. Значит, книжка выходит стоимостью, я от фонаря говорю, 30 долларов. Они ее продают за 22, за 21 доллар. Не знаю, так сказать. Если налоги повысятся, окей, она будет стоить 30, она будет продаваться за 25 долларов. В любой ситуации страдает обычный человек. Обычный. Не миллиардер, не миллионер, а страдаем мы с вами. Вот и все. Да, конечно, опять же, я только просто не понял, о чем я говорил. То есть, если он говорил о флэттекс, это одно, я не знаю, как может министр финансов говорить о общем налоге на землях. может говорить все, что угодно. Пускай это говорит, когда будет законопроект составлен, тогда есть, можно что-то обсуждать. Ну да, зная, что они конкретно предлагают, тогда можно, конечно, что-то обсуждать. например, говорит, нужно вообще забыть о том, что существует какой-то потолок дефицита. Нужно прийти к выводу, что даже не нужно принимать никаких законов увеличивать дефицит или нет, а принять во внимание, что он всегда будет, сколько бы ни было, ничего страшного не будет. Это опять она говорит. Как это будет осуществляться в законе, мы только можем гадать. С моей точки зрения, это полный бред. Это я считаю, я могу ошибаться, но я хочу смотреть конкретное предложение, изложенное на бумаге, а не просто болтовня, не знаю, перед экраном телевизора. принимаем следующий звонок. Добрый день, вы эфири. Добрый день, спасибо за передачу, я хотел бы добавить, что говорит Алексей Орлов, они рассматривают сейчас несколько пропозиций, которые выставили в МАНСИП ЛОСИ, заключается в том, что вот сейчас, когда люди опрадывают деньги на пенсию, допустим, от фору 3B и остальные планы, они говорят, что это все при таксмане, которые вы не платите федеральные таксы. Они сейчас рассматривают предложение на эти полосы, чтобы отменить этот при таксмане, которые, значит, все деньги это хочет вкладывать на пенсию, откладывать, но ты должен всего на платить федеральные таксы. Это одно. А второе предложение, которое по поводу этого, называется Unreal Life Game Лор, Unreal Life Game, который, например, вот вы имеете дом, вы купили одну сумму там за 200 тысяч, а сейчас он стоит, допустим, на маркете 500 тысяч, но потому что вы этот дом не продали, он просто вырос в цене. Так это называется Unreal Life Game, то есть выращивали доход по-русски. И вот они говорят, что они хотят выставить вот этот Unreal Life Game, который, это за сумма, которая нереализована, вы должны с этой суммой платить какой-то такс. Вот это не рассматривают. Это дело вот этот предлагал. Как оно все высказывается, я и не знаю. но вот это вот рассматривают. А вопрос у меня к Алексею такое. Вот сейчас то, что происходит сенатором, например, с Сидемат, ее просто характерно на каждом углу. Неужели нет какого-то, допустим, у них защитных прав или какой-то секьюити, который защищает этих несчастных 50 и там всего 100 человек, которые сенаторы. Неужели говермент не может, допустим, иметь 100 человек, которые могут быть защищены какой-то персональной эффективности для 100 человек, которые находятся в Сидемателе? Потому что это показывает факт, неужели буквально характеристы в туалете и в самолете и повсюду. Окей. Я сразу же прокомментирую то, что вы сказали об этих двух налогах. Значит, я уверен, сегодняшний Конгресс увеличение вот этих двух налогов, то, что вы сказали, не примет никогда. Сегодняшний Конгресс. Потому что найдутся депутаты, ну, найдутся, например, нью-йоркские депутаты или чикагские, которые знают, что что бы они ни делали, пускай они будут какать и писать на стол, их все равно изберут, им наплевать. Но в палате представителей в Сенате есть люди, которые зависят от голосов простых избирателей. Особенно в палате представителей. Значит, вот эти два налога, которые предлагаются, они абсолютно не имеют шансов быть приняты в палате представителей, даже при том, что в палате представителей большинство преджедемократов. Это, так сказать, теперь второе, то, что вы сказали. Вообще, то, что происходит, это не имеет названия. Это нацистская Германия, дамы и господа. Вот так запугивали нацисты, запугивали своих соперников, своих противников политических. Это то, что самое. Это происходит с полного одобрения демократической партии. Что бы они ни говорили, нельзя, невозможно себе представить, чтобы республиканцы вот так себя вели, какие-то люди, которые поддерживают республиканской партии. Вот скажем, Лис Чейни, Лис Чейни, которая выступает против Трампа, но мы ее знаем. Мы не можем себе представить, что найдется какая-то организация республиканской партии, которая будет преследовать ее в клозете. Это совершенно исключено. Это чистое фашистское дело. Что значит, есть закон? Этих людей, которые этим занимаются, их нужно арестовать просто-напросто. То есть это харазм, запугивание, intimidation. Это абсолютно преследуемо законом. Но они знают, поскольку это делает лидеры, с одобрения лидеров демократической партии, это спокойно проходит. Это совершенно возмутительно. Но этому просто-напросто нет названия. То, что мы видели с этой Кристин Синема, с этой сенаторшей из Аризоны, ну это дамы и господа, если бы я говорил не по радио, не в эфире паблик, а мы сидели бы за столом, я бы иначе высказывался. Но этому нет названия. Это совершенно возмутительно. Да, абсолютно с вами согласен. Итак, Алексей, две с половиной минутки вашего времени, прошу вас. Дамы и господа, две с половиной минутки, но нам предстоит до следующей среды, через неделю среда у нас и будет моя передача, я скажу о ней, нам предстоит с вами встретиться, предстоит, предстоит это как будто заставляют меня, нет, с радостью, я встречаюсь с вами еще в пятницу, в пятницу, когда 4 часа, у меня 4 часа, у вас будет 3 часа, мы с вами встретимся и будет отдельная, скажем так, передача, внеплановая, и в этой передаче я буду рассказывать о том, что было давно-давно-давно, но не так давно, в начале 50-х годов, о супругах Розенберг, но мы знаем Джулиуса и его жену Итель, их казнили на электрическом стуле, поводом к рассказу послужила недавно вышедшая книга об Итель Розенберг, книжка довольно интересная, но я не буду говорить не столько о книжке, сколько напомню о том, что происходило, это будет в пятницу, а ровно через неделю я расскажу вам о Чуде Бенджамине, Чуде Бенджамин, это, кстати, один из героев вот этой моей книжки, Чуде Бенджамин, это первый в истории Соединенных Штатов еврей-сенатор, первый, это единственный человек в истории Соединенных Штатов, политик, портрет которого, единственный еврей, портрет которого есть на монете, на ассигнации, это двухдолларовая ассигнация, я тоже ее смогу показать, двухдолларовая ассигнация конфедерации, совершенно гениальный человек, почему он замалчивается, почему о нем мало знают, потому что он был в правительстве конфедерации, он был министром юстиции, он был военным министром и он был государственным секретарем, сейчас о нем вышла книжка, новая книжка, она вышла в серии о евреях, эту серию издает издательство Ельского университета, и вот эта книжка, выход ее в свет позволил мне, позволяет мне через неделю рассказать вам о нем, кстати, повторю еще раз, в моей книжке есть глава от Джуди Бенджамине, читайте книжки Алексея Орлова «Источник знаний», вот на этом то ли я ставлю точку, дамы и господа, и мое пожелание всегда одно и то же, всегда одно и то же, будьте, будьте, будьте здоровы!